В поселке Луч многоквартирных домов несколько, и все они построены примерно в одно и то же время. Около 30 лет назад часть двухэтажек обновили в прошлом году. Нынче республиканская программа капремонта коснулась трех жилых объектов. В одном из домов, где работают ремонтники, живет Анна Платова. Пенсионерка получила здесь квартиру 27 лет назад, сразу после сдачи дома. С тех пор капитального ремонта не было. Сейчас не на радость, дом изменился до неузнаваемости, признается женщина. Красиво, работает, хорошо работает, и те, и другие, и все. Молодцы. За многие годы в домах устарело практически все, особенно крыша. И в доме номер 5, и в соседнем 5А по улице Победы она была плоской, в межсезонье постоянно протекала. Сейчас, уверяют строители, таких проблем у местных жильцов не будет. Новая кровля рассчитана на несколько десятков лет. Здесь уже по новой технологии все тут. И пароизоляцию делаем, и обрешетку. То есть железом подкроем, она по-любому уже не будет протекать. Кроме крыши, капитально отремонтированы в домах фасады, их обшили сайдингом, обновили подъезды, где установили пластиковые окна и железные двери. Сейчас строители приводят надлежащий вид, обветшавший цоколь, и заливают отмостки, что поможет защитить подвалы от затопления, говорят специалисты. Закончить планируют в срок. У нас капитальный ремонт жилых домов уже идет к завершению. Готовность уже 81,2% в этом году. В график укладываемся. Все нормально протекает, все в рабочем порядке. У жильцов обновляемых домов к ремонникам вопросов нет. Так же, как и у контролирующих органов, сотрудники государственной жилищной инспекции еженедельно выезжают с рейдами на объекты, проверяют ход ремонта и соблюдение подрядчиками техники безопасности рабочих. Работают в Чистополе два подрядчика, они самые добросовестные. По подрядчикам, у нас, как у контролирующих органов, нет претензий. Общий язык находим. Ремонт в домах осуществляется, как и в предыдущий год, за счет нескольких источников, бюджетов республики и муниципалитета, а также средств, собранных жителями дома.